интернет я вам здрасте я снова приветствую все кто смотрит это видео я приветствую всех на канале роли млайф арбяшки данное видео не столько получается обзор уже а сколько просто по истечении времени какой-то отзыв да отзыв об пылесосе какие-то как 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 бы это сказать ну факты до об эксплуатации что в этом пылесосе за время эксплуатации показала себя хорошо что плохо и так далее сначала такая иначе небольшая предыстория дело в том что этот пылесос пионер вертикальный пылесос пионер аккумуляторный беспроводной а я купил еще прошлом году если память не изменяет где-то август или сентябрь но так сложилось что как раз таки он мне пришел в южу там на местные зон вот на зоне я его покупал а и чё-то как-то в общем короче так все закрутилось завертелось я сразу начал им пользоваться выложил только фотографии в социальных сетях что вот я купил себе пылесос что типа обзор будет но ребятушки не сложилось ни тогда и не до сих пор никак не может сложиться обзор вот а я специально из-за этого обзора хранил эту коробку все хотел снять все никак и вот буквально на днях мамка моя поставил меня перед фактом сказала твоя коробка нахуй надоело везде валяться здесь квартире либо я ее выбрасываю либо давай уже что-то делать вот короче говоря коробку надо реально уже выбросить и поэтому я все-таки решил снять видео которое как я уже сказал сложно назвать обзором потому что уже все распаковано все данным давно в использовании и просто уже как бы получается не обзор да ну может быть какой-то часть степени обзор но по большей части это будет отзыв об данном пылесосе забегая вперед скажу что мне пылесос понравился это я считаю пылесос не хуже никакого дайсон разрекламирована разрекламированного только в разы в разы в разы дешевле так вот ребятки речь идет о пылесосе пионер модель в c 468 с а вот как бы вот такие вот дела если память мне не изменяет я покупал его что-то в районе около 4000 рублей что-то типа 3 800 3 900 вот как-то так вот всего-то всего-то для вертикального пылесос это вообще небольшие деньги вот и как бы я считаю ребят за свои деньги пылесос вот такой мои родственники та же самая мама моя да данный пылесос так скажем назовем вещи современным языком да захейтила она этот пылесос но я считаю что она не права потому что дело в том что люди советской закалки они привыкли к пылесосам тех времен знаете вот эти вот большие мощные циклоны которые узнаешь вот к ковру приставил в него блять как впился в этот ковер и никак его не отпускает да то есть хер от дерез от собственно от щетки да вот они считают что все пылесосы должны быть такими но это совершенно не так этот пылесос справляется со своей задачей а именно это пылесос для локальной уборки понимаете например у вас есть домашние животные да они где-то что-то там насорили на разгрызли накрошили да я не знаю собрать шерсть с дивана с кресла я не знаю какой-то определенной площади также например вы любите покушать перед телевизором да где-то что-то насыпали накрошили опять же все это можно собрать прекрасно с этой задачей справляется да например что-то рассыпали на кухне также например этим пылесосом удобно почистить например какие-нибудь у кого есть там какие-то коллекции там да книжные полки модельки какие-то там диски да там и прочее 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 то есть это там там не знаю там почистить подоконники батареи да там где-то какие-то щели труднодоступные залезть куда не залезешь с огроменным там пылесосом да с проводами и так далее вот этот пылесос именно для этого он не предназначен для того чтобы чистить ковры вашей бабушки которым 50 лет которых там вот столько пыли там века вековой там этот клещ пыльный да сидит и так далее естественно это эти пылесосы вертикально ручные они не для этого и в них нет той мощности как вы я говорю вот таких вот больших мощных пылесосов которые вот вцепляются ковер там да или напольный покрытие что хрен ты его тащишь это не про это никак поэтому вот такие вот ребят дела данная моделька со своей со своим функционалом справляется и больше то от него ничего собственно не нужно это циклонный пылесос и в общем то короче сейчас все расскажу покажу сейчас я хочу начали открыть коробку меня там что-то осталось я помню что там что-то ставил там по моему инструкция щетка по моему для очистки и что-то еще вот сейчас я распакую посмотрю что там есть ну и будем покажу уже вам более подробно коробку характеристики покажу естественно сам пылесос расскажу что да как что идет комплекте ну и короче все увидите и так как я предполагал коробки осталась инструкция я инструкциями никогда в последнее время и нигде не пользуюсь это вот такая вот княженция прямо вот не княженции сделано да все на русском языке как только русский что ли но ка давайте посмотрим только русский да только русский язык ну потому что это отечественный собственно пылесос российского так сказать производства а вот что-то там в этой инструкции есть что не знаю собственно и мне и не интересно это знать все и так собственно про него понятно ну и еще вот такая вот щеточка я ее не достал потому что она вот такая вот примитивная у меня от робота пылесоса щеточка посерьезнее будет я ею собственно и пользуюсь поэтому эта щеточка у меня так и осталось не распакованная собственно в коробке лежать ну что ж давайте теперь покажу вам по ближе подробненько коробку поговорим о характеристиках и собственно приступим к осмотру самого пылесоса и я расскажу вам что да как итак давайте подробно посмотрим коробочку кстати коробочка не удобная я помню мне пришлось чтобы перевести этот пылесос из южевого ванного я делал вот здесь наверху из скотча собственно самодельную ручку потому что даже ручку к этому коробку не приделали вот тупо коробок и все почему ему не сделали ручку как обычно знаете там на ноутбуках на телевизорах и всей прочей техники на планшетах почему нельзя было сделать ручку элементарными непонятно ну ладно короче вот такой вот пылесос вертикально беспроводной пылесос 2 в 1 почему 2 в 1 потому что он может работать как со стелескопической трубкой как так и как просто ручной пылесос у него есть несколько щеток я вам их позже покажу вот значит основная щетка напольная наклон на 70 градусов значит что дальше следует знать аккумулятор на 2200 миллиампер час два уровня мощности то есть там элементарно на кнопку нажимаешь один раз первый уровень на второй раз нажимаешь там турборежим вот все всего два и собственно уровня мощности значит телескопическая трубка ну вот это вот собственно длинная трубка на через копическая как и везде она регулируется на собственно по размеру да ну и хэпа фильтр плюс стальной фильтр это все собственно понятно ну и дальше вот такие вот стандартные пиктограммы чё можно чё нельзя и т.д. и т.п. вот так что вот такие вот ребятушки дела такие вот основные характеристики давайте теперь смотреть на сам пылесос и так собственно сам пылесос ну вот тут вот он у меня живет я думаю видно да вот вот мой диван на котором собственно я сплю это вот мои мое окно мои занавески и думаю все узнали да сто раз все видели и вот тут у меня под него собственно организовано место он стоит на площадке на своей базе собственно заряжается вот такая вот круглая контактная база по принципу знаете как зарядка по принципу какую электро чайника можно так сказать да вот ставится он на этот собственно апостомент и собственно заряжается вот как видите тут вот три индикатора это показывает что он сейчас полностью заряжен как я уже объяснял да я уже им пользуюсь практически год поэтому ребята он не особо то чистый пылесос есть пылесос поэтому за это сразу же прошу прощения не стоит по этому поводу отмечать в коментах да то что тут вот пылесос грязный так далее конечно грязные им пользуются на постоянные собственно основе а вот значит в комплекте естественно вот такая вот половая щетка у нас идет с логотипом собственно пионер все дела вот щетка у нас крутится во все собственно стороны поворачивается как только надо очень она маневренная очень легкая значит на щетке у нас имеется на собственно колесики вот такие вот а вот и собственно щетка маневренная но ребят в целом об ней могу сказать как щетка она честно говоря не очень вот за счет того что у нее не щетка вот эта вот бархатистая такая вот площадка она ну как бы не особо она чешет так скажем да по вас там как ковер либо что-то еще но принципе с другой стороны как бы работает как я уже сказал да опять же этот пылесос звезд звезд с неба не хватает и требовать от него сверх каких-то мощностей не стоит вот но сейчас я еще вам естественно продемонстрирую как все это дело сосет на насколько он мощный что он может собрать и так далее вот так что сейчас будем с вами все это дело смотреть и покажу что еще есть в комплекте так вот выглядит контактная база когда пылесоса на ней нет вот они сами контактики а вот ну и обычная пластиковая собственно штуковина в которую приходит собственно питание и вот он у меня в низний блок у меня все это дело подключено вот комплекте также имеется вот такая вот щетка ну она наверное ну для щелей каких-то там да я не знаю как она правильно называется но она я ей лично системник компьютер пылесосу вот и вот такая вот еще щетка для книжек мебели да и всего прочего вот так что вот такие вот дела есть еще телескопическая трубка сейчас тоже покажу телескопическая трубка выглядит вот так она самая обычная стандартный как на всех пылесосов собственно металл с регулировкой собственно по длине есть много позиций можно отрегулировать под любого человека собственно любого роста кому собственно как удобно ну и давайте вот сейчас вспышку включил поближе покажу вам щетку опять же говорю да не прощайте внимание на грязь ну пылесосом пользуются да вот так что вот такая вот щетка и вот видите игры вот ну не у нее не щёточная не щёточная система да а какой то просто как вот не знаю борс или как это вот даже не знаю как показать вот так вот может быть виднее да вот такая вот у нее у нее у этой щетки структура ну имеет место быть как бы пылесосит чё еще надо итак народ я не придумал ничего лучше чем рассыпать мусор который был собственно непосредственно внутри самого пылесоса да значит у нас тут имеются крошки у нас имеются волосы у нас имеется пыль грязь и обращаю ваше внимание что все это дело рассыпано не на паркете не на полу а на ковролине поэтому а вы сами понимаете что на собрать все это дело с ковролина это совершенно другая история это вам не с пола собирать да это достаточно нелегко но я вас уверяю наш пупсик с этим сейчас прекрасно справиться и так вот он наш собственно монстр вот он наш пионер и так как я вам уже говорил здесь два режима работы и мы конечно же сейчас с вами сразу же включаем на максималочку то есть делается это так нажимаем два раза первый раз это обычный режим и второй раз это труба режим а о Продолжение следует... Как вы видите, все мы собрали. Ну, может быть, еще не совсем начистое, но мы сейчас с вами подцепим, собственно, нашу напольную щетку и сделаем все это идеально чисто. Но, как вы видите, все самое большое он собрал, и все это, собственно, находится уже внутри нашего, собственно, пылесосика. Вот такие вот, ребятки, дела. Давайте сейчас подцепим нашу щетку. Так, 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 сейчас я ее закреплю, чтобы она не вылетала. Вот так вот у нас все это дело выглядит в собранном состоянии, и давайте теперь пройдем все это дело начисто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребятки, как говорится, судите сами, справляется пылесос или нет. Давайте сейчас возьму телефон в руки и с задней камеры, собственно, покажу, есть здесь что, либо нет. Ну что, ребятки, вот у нас тут стоял, собственно, телефон, вот он штатив, вот пылесос, и здесь вот у нас был, собственно, весь этот хлам и мусор. Ну вот, как видите, ребятки, я считаю, что пылесос со своей задачей справляется и собирает, ну, как бы все, что, собственно, нужно собрать. Ничего я вот здесь абсолютно ничего, ничегошеньки здесь не вижу, ни грязи, ни волос, ни крошек, ничего, все, он идеально, я считаю, собрал. Ну и, собственно, вот так вот пылесос будет выглядеть, если на него одеть, собственно, телескопическую палку и собрать его под размер, так скажем, стандартного рослого человека. Вот как-то так вся эта конструкция выглядит, обычно их ставят где-то в угол, да, там, такие пылесосы, ну, соответственно, если он у вас на базе заряжается, то, естественно, все это дело будет стоять крях ногами пылесосом вниз, как я вам уже показывал. В общем, вот так вот, ребят, как-то оно вот так, такой вот пылесос. Что касается чистки данного пылесоса, да, есть два варианта, то есть вариант первый мы открываем, вот здесь вот такая кнопочка специальная, мы на ее, вот она, сейчас я по-другому вам покажу, вот, нажимаем, и у нас открывается вот такая вот крышка откидная, и, соответственно, все, что мы можем, все, что высыпается, да, мы можем высыпать через это отверстие, но дело в том, что высыпается через него не все, потому что здесь циклонный фильтр, и он держит большое количество мусора. В этой связи нам нужно повернуть, так, всю вот эту вот конструкцию, мы повернули до ксючка, и у нас, собственно, вот такая вот, собственно, история с фильтром. Фильтр мы вынимаем и, собственно, все высыпаем. И здесь у нас остается, собственно, сам агрегат. Это вот такой еще тут поролонный фильтр, собственно, присутствует, и, собственно, сам пылесос. Вот, контактная база у нас находится, контакты для, собственно, зарядки у нас находятся здесь. Либо же мы можем, если мы не хотим заряжать через базу, если мы хотим просто напрямую влажнуть блок питания, мы тоже это можем сделать. Здесь есть для этого, собственно, отверстие. То есть базой можно и не пользоваться, если вам это неудобно. Ой, для меня упал фильтр. Прикиньте. Сеточка упала. Так. Кстати, вот ее я не снимал никогда. Кажись, я поставил ее. Правильно. Что я могу и хочу сказать, ребят, вам в конце. Могу ли я рекомендовать данный пылесос к покупке? Да, я могу рекомендовать данный пылесос к покупке. Я считаю, что это не хуже того же самого разрекламированного там Дайсона и тому подобных пылесосов. Вот. За свои деньги это вполне адекватный пылесос. Но, как я уже сказал в самом начале, если вам нужен пылесос, который вот впивается в ковер и так что не оттащишь, то это тогда не про этот пылесос. Тогда вам нужно смотреть модели проводные, мощные и так далее. Это ручной пылесос в основном для сбора локального мусора. Вот. Как-то так. Ну что, ребят, я надеюсь, я все рассказал, все показал. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите обязательно свое мнение о данном пылесосе в комментариях. Очень интересно, что вы думаете о подобных пылесосах и понравился ли вам именно данный пылесос. Ну а я на этом буду заканчивать и буду с вами прощаться. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.